Как понять и купить вслепую? Это когда вы доверяете чьему-то мнению, их экспертности так сильно, что вы идёте и покупаете продукт, даже не протестовав его. В данном случае это попробовать различные духи. В сегодняшнем видео у меня для вас три парфюма, которые вы можете пойти и купить вслепую. Что ж, для этого видео я не тот человек, который разбирается в духах. Я пока только учусь. В этом случае я пригласил Джереми из Джереми Фрэгненс. Я попросил Джереми выбрать три парфюма. Если вы только начинаете, чтобы вы могли пойти и купить вслепую, основываясь на рекомендациях Джереми. У нас три парфюма тут. Да. Которые ты рекомендуешь для тех ребят, которые только начинают пользоваться духами. Вы можете купить 10 духов, если хотите уйти в настоящий хардкор. Мне нужны духи для отдыха, для офиса, для кожанки. А можете выбрать всего один парфюм. Но в таком случае он должен охватывать все потребности максимально хорошо. Вот этот парфюм я всегда рекомендую, когда люди спрашивают меня подсказать один универсальный аромат. Это Аквадиджио. Если быть точным, Аквадиджио Профумо. Это микс из этого Аквадиджио ДНА с фимиамом и земляными нотами пачули. Это продлевает аромат и делает его более мужественным, чем оригинальный Аквадиджио. Так что это отличный выбор для практически любой ситуации, которая может возникнуть. Этот аромат никогда не потеряет актуальности. Но он не будет так хорош, как вот этот аромат. Спайс Бомб Экстрим. Он основан на ваниле и специях. Меня сразу телепортирует в зиму, когда я слышу этот аромат. Джомен Вайхенсмарк. Рождественское настроение. Фантастика. Он очень популярен в нашем регионе. Вот тут у меня есть игривый и соблазнительный аромат жевательной резинки. Жан-Поль Готье Ультрамейл. У него действительно игривое поведение. Потому что они добавили нотки груши, что необычно для мужских ароматов. Да, груша это что-то необычное. На эти духи женщины реагируют так. Я бы тоже хотел о себе такие. И он им нравится на мужчинах. Он очень игривый. Так значит с таким ароматом можно пойти в клуб? Да, это очень игривый аромат. Не так хорош для офиса, как этот аромат Прадалем. Это кристально чистый, люксовый аромат. То, что и ожидаешь от Прада. Чистый и при этом не слишком откровенный. Не бьет по носу. Чистый и освежающий. Делает свою работу. Подойдет для лета? Да. В жаркую погоду. В целом, для лета, весны, дневного времени и рабочей обстановки. Я оставлю ссылку на канал Джереми под этим видео. Также я оставлю ссылки на другие его видео, где он рассказывает обо всех этих духах более детально. Я помню, как ты в Атланте рассказывал, ты был непреклонен насчет этого аромата Спайс Бомб Экстрим. Да. Не про простой Спайс Бомб. В чем разница этих двух парфюмов? Потому что оригинальный Спайс Бомб обладает пронзительным ароматом. В нем есть нотки перца. Это может оказаться слишком агрессивным для некоторых людей, которые будут рядом с вами. Спайс Бомб Экстрим окружены ошеломляющим ванильным ароматом. Это делает духи более уютными и дружелюбными. Поэтому я решил, что эти подойдут лучше, чем оригинальные. Да, у тебя флаконы таких больших размеров, это сколько, соточка? Это 150. Что ты порекомендуешь ребятам? Какой объем им лучше взять? 50 или... Да, хотя бы 50. Я знаю, американский рынок любит большие бутылки, в отличие от европейского. Конечно, и цена получше, когда берешь больший объем. Но хочу предупредить. Когда вы берете себе объем в 250 миллилитров и неправильно храните их, держите в ванной комнате, это нехорошо. Держите их на свету, или в теплоте, или на холоде. Тогда духи могут испортиться. И вам они уже не будут нравиться. Также с ними не получится путешествовать. Вы должны понимать, есть свои плюсы и минусы. Так что вы думаете, ребята? Согласны или нет? Пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать. Например, Антонио, как мне правильно наносить на себя духи? Ребята, я уже подумал об этом. Переходите на это видео. Как правильно наносить духи? Чтобы, когда вы заходили в комнату, люди от вас не шарахались. Но в то же время они слышали ваш аромат, когда подойдут к вам ближе. В этом видео я рассказываю, как именно наносить духи. Субтитры сделал DimaTorzok